Друзья, привет! Сегодня я хочу поделиться своим персональным топ-10 самых распространенных ошибок при воспитании детей. Честно скажу, что по некоторым пунктам я сам грешен и пытаюсь исправлять свои косяки и проблемы, однако это пока еще не всегда получается, но я думаю, что все поправим. Ну что, разберемся в топ-10? Поехали! Итак, первая ошибка это ваше настроение. Можно или нет, зависит от вашего настроения. Неприятности на работе, проблемы в семье, поругались с коллегами или друзьями. И частенько многие упускают в таком случае пар на ребенке. Ну а что тут такого? Потом пошел, купил обещанную игрушку малышу, поднял ему настроение и все изменилось. Такое положение дел часто выливается в ситуацию, что взрослые в угоду своему эгоизму либо настроению сегодня запрещают малышу что-то, а завтра то, что они запрещали, разрешают. И что малыш думает? Он думает, да не важно правильно я делаю или неправильно, хорошо или плохо. Все зависит только от настроения родителей. Это не может не печалить. Ошибка номер два, по моему мнению, наполеоновские планы. Частенько родители очень хотят видеть в детях то, что они смогли реализовать сами, пытаются построить ему определенное будущее, но никогда не спрашивают таких малышей. Сынок или дочка, а тебе интересно то, что мы тебе навязываем? Между прочим, я этим частенько грешу. Дело в том, что просто родительские идеи могут упираться в стену детского непонимания. И если вы будете принуждать малыша заниматься тем, что вы считаете нужным, что вам нравится, не спрашивая у малыша, это может закончиться достаточно плачевно. Ребенок может попасть в плохую компанию, связаться с алкоголем, наркотиками и так далее. Он будет просто пытаться уйти от данной ситуации. И как раз плохая компания, это для него будет спасение, как ему будет казаться. Так что будьте осторожны, имейте это в виду. Не стоит навязывать то, что малышу не хочется. И кроме того, если вы занимаетесь с ним какими-то определенными делами, направляете его по определенному пути, давайте все-таки ему время и личное пространство на его личные дела. Третий момент. Слишком мало ласки. Дети в любом возрасте стремятся к ласке. Она помогает им ощущать себя любимыми и придает им сил. Но не стоит активно навязывать свою ласку и любовь. Это может детишек отпугнуть. Также очень важный четвертый пункт. Слишком мало времени для воспитания ребенка. Дорогие родители, не зря же существует притча, если вы родили малыша, то найдите время для его воспитания. Даже если ваш день расписан по минутам, хотя бы вечером, полчаса, уделите времени малышу, посидите у кроватки, поговорите с ним, расскажите сказку, прочитайте книгу. И помните, что качество лучше, чем количество. Лучше качественные полчаса в день, чем урывками, но целый день и не пойми что. Поверьте, кроха будет вам очень благодарен. Ему это очень нужно. Внимание малышу обязательно надо уделять. Пятая ошибка. Обещание больше не любить. Обещание больше не любить действительно имеет сильный воспитательный эффект на малыша. Но, как правило, такое обещание никогда не выполняется. Вы же все-таки родители и любите свое чадо. А дети прекрасно чувствуют фальшь. И поверьте, такими обещаниями вы можете подорвать доверие малыша к вам. И он будет вас просто считать лживыми родителями. Вот и все. Шестой момент. Безразличие. Ни в коем случае не стоит показывать малышу, что вам все равно, чем он занимается. Дети такие дети. В первую очередь, ребенок захочет проверить, насколько правдиво ваше безразличие. И что он будет делать? Он будет совершать как раз самые мерзкие и пакостные поступки. И таким образом проверять ваше терпение. И получится что? Замкнутый крох, друзья. Поэтому стоит с ребенком найти общий язык и попробовать подружиться, чем проявлять безразличие. Особенно, если оно деланное. Седьмой момент. Слишком много строгости. Дети обязательно должны понимать, почему и зачем они что-то делают. При воспитании строгости малышам часто не удается установить причины того или иного воздействия на них. И воспитание строгости больше напоминает дрессировку. Это не очень хорошо. Мне кажется, что такие дети частенько выполняют все команды, вот как ни странно бы это звучало, в присутствии строгих родителей. И плевать они хотели на то, что вы им говорите, если вас рядом нет. И даже если вы им дали какие-то ценные указания, либо установку. Лучше убеждать малыша, чем воспитывать строгости. Восьмой момент. Детей не стоит слишком сильно баловать. Избалованным детишкам очень тяжело в дальнейшем жизни. Не стоит малышей держать под колпаком родительской любви и буквально пылинки сдувать с него или с нее. Дело в том, что дети не будут вам в дальнейшем благодарны. Они в жизни испытают очень много трудностей и проблем. И они будут во многом беспомощны. Лучше поступать несколько по-другому. Например, дорогой или дорогая. Если у тебя что-то не получается, попробуй это сделать сам. Но если уж будет совсем сложно, я тогда подключусь и попробую тебе помочь. Девятая ошибка. Навязанная роль. Малыши настолько пытаются понравиться родителям, папе или маме, или быть любимым, что даже готовы погружаться в пучину родительских проблем, вместо того, чтобы развлекаться со сверстниками. При этом проблемы детишек самих остаются нерешенными. Десятый и очень важный пункт. Я его называю денежный. Поверьте, распространенное выражение «любовь не купить за деньги» мне кажется, оно никуда не девалось. Дело в том, что многие семьи со средним достатком или за средним ниже среднего смотрят на что? На состоятельные семьи. Смотрят различные влоги YouTube, где опять же такие же состоятельные семьи показывают свою жизнь. И что они хотят? Конечно, они хотят лучшего для своих чат. Они пытаются покупать им дорогие игрушки, давать им все самое красивое и дорогое, на что у них хватает финансов. Естественно, этих финансов не хватает. И очень многие из-за этого переживают. Друзья, не стоит из-за этого переживать. Дело в том, что для ребенка действительно самое основное – это ощущение, что он любимый, что он самый-самый для своих родителей. Лучше побольше времени с ними проводите. Ходите на пикники, катайтесь на велосипедах, гуляйте на улице и так далее. Дайте своему ребенку возможность почувствовать, что он для вас самый-самый. И поверьте, не в деньгах счастья. Друзья, это был мой персональный топ-10 самых распространенных ошибок при воспитании детей. Если у вас есть что дополнить, либо вы хотите оспорить данный топ, то милости прошу в комментарии. Кроме того, конечно же, ставьте пальчики вверх этому ролику. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. А впереди еще много всего интересного и полезного. Ну а я сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!